В областном центре завершился 8-й арт-фестиваль, традиционно проходящий два раза в год. Местами притяжения горожан стали площадка Парка Победы, Белгородский Арбат и Свято-Троицкий Бульвар. В этом году к числу организаторов культурного праздника добавилась галерея фотоискусств имени Собровина. Наша съемочная группа побывала на месте событий и готова поделиться подробностями. Фото-зоны, инсталляции, тематические площадки, огромное количество самых разных фотосушек, мастер-классы от виртуозов изобразительного искусства и полная свобода творчества. Всего за несколько часов городской парк Победы превратился в настоящее арт-пространство. Несмотря на срывавшийся дождь, сотни белгородцев пришли сюда, чтобы перенестись в атмосферу праздника и просто отлично провести время после работы. Особенно горожанам запомнился шерстяной тимбилдинг, сумевший объединить совершенно разных людей. Жители Белгорода объединяют теперь еще и яркие цветные нитки, яркий ковер, который они смогли сделать все вместе. Это очень, оказывается, хорошее такое мероприятие, которое всем их понравилось. И даже кто сначала думал, что он не сможет, то с азартом, я смотрю, до конца все достояли. И этот ковер теперь будет украшать одно из помещений молодежного движения. Вот такие работы создаются в режиме реального времени, без оговоренной ранней композиции. Арт на кубах от сообщества молодых художников сковил своеобразный перформанс. Одна из участниц объединения Анжелика Можаева решила принять участие в фестивале, потому что считает важным возможность донести свою мысль людям. Одна из проблем, которая меня сейчас больше всего волнует, это то, что человек сейчас не может остаться один, наедине с собой. Просто представьте, жизнь без телефона хотя бы найти, никто не сможет. И для меня, ну я верующий человек, молитва – это единственный способ быть наедине с собой. Отключиться от мира, не жаловаться никому, ничего не обсуждать, просто поговорить с самим собой. И тем не менее это невозможно, потому что мы все время, мы все время под чьим-то глазом, мы все время, кто нас кто-то слушает. Для гостей праздника подготовили много интересного. Конкурс «Мой любимый Белгород», проводимый по инициативе участников Школы культурной журналистики, не мог не привлечь нашего внимания. Четыре номинации и совсем не важно, нарисованы работы заранее или же в режиме реального времени. Вкусные призы ожидали абсолютно каждого участника. Союз художников России выиграл этот грант. И ребята, они не только учатся писать о культуре, но и понимать, как организовываются такие огромные мероприятия. Ну вот они научились не только понимать, но и придумывать. Они хотят быть еще и участниками, и создателями, и организаторами. Арт-фестиваль прошел в Белгороде уже в восьмой раз. Идея его проведения принадлежит экс-директору выставочного зала «Родина» Наталье Гончаренко. В этом году при поддержке городского управления культуры к числу организаторов фестиваля добавилась галерея фотоискусства имени Собровина. А его география включила в себя площадку Парка Победы, Свято-Троицкий бульвар и Белгородский арбат. В этом году фестиваль четырехдневный, Белгород вдохновляет, и поэтому по замыслу организаторов должен охватить около ста площадок. И, конечно же, выставочный зал «Родина» и фотогалерея, сегодняшний день изобразительного искусства и дизайна взяли вот пять площадок. Мы едины, мы любим искусство, мы дарим его белгородцам. В свою очередь, сами жители и гости нашего города от полученных на фестивале эмоций были в восторге. Очень много интересных картин, искусство в Белгороде, очень приятно, что здесь можно встретить такое. Привлекает живопись, потому что в каждой картине живет индивидуальность, личность, и вот они дышат этим началом. Мне очень интересно заглянуть в душу другого человека. Конечно, мне нравятся картины прежде всего. Картины здесь мне очень понравились, вообще мощные. Ну, в плане, я думал, больше атмосферы будет. Ну, и, конечно, погода сегодня повлияла. Ладно, я как хейтер какой-то. Не, все круто на самом деле. На первом стенде там картина такая, тонкие деревья такие вот, очень симпатично сделала. Михаил Перетокин, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.